Но не всегда безвозмездная помощь положительно воспринимается окружающими. Тому пример история жителя семьи. Мужчина пытался спасти 90-летнюю женщину от нищеты. Одинокая пенсионерка голодала и скиталась по улицам. Позже оказалось, что за женщиной уже приглядывает соседка, которая успела переписать ее квартиру на себя. В справедливости сделки вместе с семейским добряком разбиралась Асим Утешева. Ержан Амарханов – детский тренер по греко-римской борьбе. Но сейчас он борется за достойную старость незнакомой для него женщины. Заметив Сахабжамалду Сымбекову, в одном из городских кафе мужчина предложил ей еды. Смотрю, сидит опашка. Сидит и не просит ни денег, ни чего. Смотрит, как все едят. Я раз подошел, я говорю, а вы хотите кушать? Она говорит, да, конечно. Ну, не отказалась. Я ела два дня назад, говорит. Я накормил ее. На следующий день та же самая ситуация. Опять сидит. Я подошел к девочкам. Я говорю, она уже давно, сколько лет сидит? Она говорит, очень давно. Оказалось, когда-то женщина была известной. Работала на областном телевидении. А вот так она живет сейчас. Ержан Амарханов оказался в шоке. Условия в квартире нечеловеческие. Давайте вы одевайтесь, поедем сейчас в баню, потом пойдем в больницу, потом поехать в профилакторию, устроить, чтобы вы там лежали хотя бы 10 дней. За 10 дней мы здесь сделаем вам порядок. Видео Ержан выложил в соцсети, призывая к ответу тех, кто обязан был следить за бабушкой по закону. Пять лет назад, после того, как Сахабжамал похоронила единственную дочь, неофициальную опеку над ней взяла соседка Тамара. Женщина получала за бабушку пенсию и успела оформить на себя ее квартиру. Поговорить с бабушкой нам не удалось. В тот день она была у соседки, которая отказалась открывать нам дверь. Бабушка сама не хочет. Теперь не беспокойтесь, пожалуйста, бабушка. Она и так уже почти нервная, все в каждый день. То один, то другой приходит. Приходит к бабушке вот уже второй год еще одна неравнодушная девушка. Приносит продукты и водит старушку в баню. О проблеме она также, как и Ержан, написала в соцсети. Исполнительные органы не только не доглядели за старушкой, но и позволили ей случиться беззаконию. Должного внимания бабушка не получает. Она зимой и ночью в кроссовках 45-го размера бродит по городу, просит еду. Все горожане знают об этом. Очень хотелось бы, чтобы бабушка просто встретила свою старость достойно, чтобы она элементарно трехразовое питание получала. В Акимате ответить на наши вопросы не смогли. Мол, о ситуации не в курсе. Не смогли ответить и в отделе занятости, добавив, что о судьбе старушки должны беспокоиться в территориальном центре для инвалидов и пенсионеров. Хотели взять на обслуживание, на надомное обслуживание, чтобы приходил социальный работник. Но бабушка сама отказалась. Все под контролем. Сейчас Тамара на данный момент хочет оформить опекунство на нее. Встретиться с бабушкой нам в итоге удалось спустя две недели. Вместе с участковым соцработником мы попали в квартиру соседки, где теперь проживает пожилой человек. Сахабжа Малапа была опрятно одета и заверила, что сейчас у нее все хорошо. Раньше я жила в своей квартире. Было холодно. Теперь я почти две недели живу с Тамарой. Раньше было сложно одной. Сейчас с Тамарой мне хорошо. Я одета, сыта. Не хочу уходить из этого дома. Жить в доме престарелых Сахабжа Малда Сумбекова категорически отказалась. К этому времени мы, конечно, о бабушке знали, но контакт с ней установить не могли. Так как бабушка, находясь все-таки в памяти и физическое состояние у нее хорошее, она самостоятельно передвигается, но при этом недоверчива. Проживает одна и дверь никому никогда не открывала. Доверилась бабушка только соседке Тамары Угизбаевой, на которую теперь ополчились волонтеры. Мы стали с ней близкими людьми. Если бы у меня были корыстные цели, я бы давно оформила ее квартиру взамен на заботу о ней. Я ей в который раз говорила и сейчас повторяю, мне не нужны проблемы с этим. Но она сама сказала, возьми мою квартиру, но только позволь жить с тобой. После того, как Иржан Амархандов взбудоражил общественность истории одинокой пенсионерки, жизнь Сахабжамалапа улучшилась. Но останавливаться на этом мужчина не готов. Он написал заявление в полицию и областную прокуратуру, чтобы выяснить, насколько законна была сделка по переоформлению квартиры 90-летней бабушки. Асим Утешева, Берег Жобалайулы. Итоги дня семей.